здравствуйте друзья иногда в комментариях читаю что неправильно точу резцы надо поперек режущей кромки а я точу вдоль то есть поперек это такими движениями а вдоль такими движениями но я точу так как мне удобно и результат который показывают ножи вы сами видите моих сюжетах с резьбой и сразу можно обратить внимание на некоторые типы резцов допустим топорик заточка осуществляется вдоль режущей кромки иначе никак и на результат это не влияет то же самое такая конфигурация только вдоль режущей кромки по-другому не получится взять такой либо такой нож в литературе по резьбе можно найти способ заточки вдоль режущей кромки но с постепенной протяжкой вперед то есть следующим образом такими движениями но некоторые мастера осуществляют заточку таких конфигураций только поперек режущей кромки таким способом полукруглая стамеска конечно если использовать электроточило то заточка получится поперек режущей кромки но я сейчас говорю в основном о ручной заточке не представляю как можно удержать заданный угол при таких движениях все же используя такие движения держать угол намного удобнее и давайте посмотрим еще на один нож косяк думаю все согласятся что оптимальный способ заточки также вдоль режущей кромки по-другому не получится и все эти варианты и способы как ни странно не ухудшают качество резьбы дерева но спорить конечно можно долго поэтому хочу провести небольшой эксперимент результат которого мне и самому очень интересен две прямые плоские стамески одинаковый набор наждачной бумаги точить буду вручную но для качественного проведения опыта и удержания постоянного угла заточки сделал некое подобие кондукторов но обычно я точу без них проведу заточку стамесок это буду точить поперек режущей кромки здесь поставил метку это буду точить вдоль режущей кромки также метка стоит а затем попробуем сравнить режущие кромки и поискать на них пилы зазубрины продольные или поперечные царапины в общем все то что по словам некоторых людей появляется на режущей кромки при неправильной заточки и и и и и и и Продолжение следует... С наждачной бумагой закончили, а теперь самое интересное... Паста ГОИ. И как бы мы не проводили заточку инструмента, полировка на пасте ГОИ будет практически всегда поперек режущей кромки. А теперь, как и обещал, попробуем рассмотреть режущие кромки и сравнить их. Сначала тест на липе. Заточка поперек кромки. Заточка вдоль кромки. Вот, друзья, при некотором увеличении большой разницы в результате не видно. И обе режущие кромки относительно ровные, без зубчатых образований. При ручной заточке, какой бы способ ни использовался, постоянных прямых движений не получится. И все, так сказать, образующиеся царапины будут пересекать друг друга в беспорядочных направлениях. А самое главное, что заключительная полировка на пасте ГОИ, как я уже обращал внимание, почти всегда проводится поперек режущей кромки. И образующийся на ней микрозаусенец окончательно уходит. Это отиск монетного двора на двухрублевой монете для демонстрации увеличения изображения. К чему все это? Мое мнение такое. Если к заточке подходить добросовестно и использовать, как положено, малоступенчатость номеров абразива и доводить их хотя бы до 3000, то независимо от способа результат будет очень хороший. Хотя и у меня при использовании всего 3-4 номеров ножи режут хорошо. И постоянные зрители моего канала это могут подтвердить. Конечно, если я в корне не прав или допустил какие-то ошибки, то пишите все это в комментариях. Почитаем, обсудим и найдем компромисс. Но если прав, тоже пишите. Всем удачи! Субтитры создавал DimaTorzok